Всем привет, это Бостон. Я здесь, чтобы рассказать не особо важную и не особо нужную на данный момент информацию, чтобы хоть ненадолго отвлечь вас и себя. На тестовый сервер вышел патч 1.6.60, в котором мунтоны нам представили существенные изменения в игре. Но начнем мы с бесплатных пробных героев с 25 февраля по 4 марта. В этом патче мунтоны затронули большинство героев с самым низким винрейтом на данный момент. Хильди уменьшают урон с первого скилла. Был 200-350, а станет 200-300, но увеличивают урон на втором. Было 185-285, а станет 185-335. Время перезарядки этого скилла снизится ближе к лейту. Было 9 секунд на всех уровнях, а станет от 10 до 7,5 секунд в зависимости от уровня навыка. Кроме этого, Хильди перерабатывают ульту. Больше на ней не будут набираться заряды от количества убитых врагов. Вместо этого над вражеским героем теперь будут появляться стаки в зависимости от того, сколько раз Хильда проатаковал этого героя. И чем больше стаков будет на герое, максимум 6, тем выше будет урон от ультимейта. За каждый заряд пассивки этот герой будет получать от 60 до 100 урона на ультимейте. А при всех 6 метках урон от ульты дополнительно увеличится на 30%. При этом немного снизили базовый урон ульты на низких уровнях. Было 800 тысяча, а станет 600 тысяча. То есть Хильди убрали длинные стаки на пассивке. И теперь урон с ее ульты будет зависеть от того, насколько долго она сражается. Также в этом патче бафают и Грока. С пассивки ему убирают дополнительную магическую защиту около стен. Вместо этого Грок будет получать 0,5 единиц физической защиты в зависимости от набранной дополнительной физической атаки. То есть Клинок Отчаяния не только увеличит урон Грока, а также даст ему 80 единиц физической защиты. Это почти столько же, сколько дает шипованная броня. Второй скилл Грока больше нельзя будет заблокировать щитом Лолиты. Видимо, чтобы у нее больше вообще не было никаких шансов против этого героя. И у ульты больше не будет снижаться кулдаун, если Грок попадет по стене. Вместо этого все, кто находится рядом, будут оглушены на 1,2 секунды при попадании Гроком в стену. Из Маши снова сделали Монстреллу. Каждая полоска ХП теперь будет получать 100% от дополнительного здоровья героя. То есть общее ХП Маши со сборкой в танка будет просто запредельное, под 30 тысяч ХП. И учитывая защитные предметы, пробить ее будет очень непросто. Кроме этого, ей увеличивает прирост скорости атаки, зависящей от потерянных ХП. Раньше было 1% скорости атаки за каждый процент потерянных ХП и максимальная бонусная скорость атаки в 80%. То теперь за каждый потерянный процент ХП Маша будет получать 1,8% скорости атаки. А максимальная скорость атаки также вырастет до 180%. Кроме этого, при активном первом скилле Маша будет терять меньше здоровья. До этого она теряла от 1 до 1,5% общего ХП. То теперь будет терять от 2,5 до 3,5% от одной полоски здоровья. То есть если посчитать, то навык будет съедать немного меньше жизни. В компенсацию всем этим бафам Маши уменьшают реген энергии, чтобы она смогла реже восстанавливать полоски ХП. А также ей снижают урон на первом скилле. Был 120, а станет 60 единиц. А ультимейт нанесет от 30 до 50% урона от дополнительных ХП Маши. При этом потратится также от 30 до 50% здоровья для активации ульты. По итогу будет выходить примерно 2000 урона с ульты при танковой сборке. Что вполне неплохо, учитывая, что после ульты Маши еще и снизит входящий урон на 30%. Атласу возвращают морозную ауру, которая будет замораживать вражеских героев. Бафы Джонсона. На первом скилле кулдаун будет 8 секунд на всех уровнях. До этого было от 9 до 6 секунд. Но при этом снижают кулдаун второго скилла. Был от 11 до 8,5 секунд. А станет от 10 до 8 секунд. А урон скилла был 100-175. А станет 80-180. При этом с каждым ударом второй скилл будет увеличивать свой урон на 10%. Вплоть до 50% урона. Заск после смерти перестанет бессмысленно взрываться. А оставит после себя разъяренное кошмарное порождение. И ультимейт Заска теперь будет получать много магического вампиризма и быстро восстанавливает свое хп. Бакси немного увеличивает урон со второго скилла. Был 125-250. А станет 180-280. Но при этом немного увеличивает кулдаун. Был от 9 до 6 секунд. А станет от 10 до 7 секунд. То есть скиллом теперь будет еще важнее не промахиваться по врагам. У хиллоса немного снижают урон на втором навыке в начале игры и увеличивают лейте. Был 120-270. А станет 100-300. На этом по бафам и нерфам все. Но также мунтоны начали более активно менять мифическое поле боя. Теперь некоторые герои будут получать бафы или нерфы по статам в зависимости от того, на каком ранге за них играют. Во-первых, таких героев единовременно будет не больше 10. И изменения на этих героях будут основываться на их эффективности на мифическом ранге. Скиллы при этом изменять не будут. Будут меняться только базовые значения. Например, такие как реген маны или скорость атаки. Также изменения будут не более чем в одном параметре героя. Для тестов в этом патче на тестовом сервере увеличили Алиси и реген маны на 150% на ранге воин и на 100% на ранге элита. О боевым заклинаниям. Возмездие на максимальных стаках теперь вместо 15 единиц физического урона и магической силы будет добавлять 10 единиц физического урона и магической силы, а также 100 единиц хп. Кровавое возмездие теперь будет наносить больше урона на танках, так как будет получать 25% урона от дополнительного здоровья вместо 12,5% от максимального хп. Также на нем появится фиксированный урон в 250 единиц. Оцепенение теперь будет еще и снижать скорость передвижения и атаки врагов на 25% на 3 секунды. А бонусная скорость передвижения на спринте больше не будет спадать со временем. То есть мунтоны усиливают и оцепенение, и спринт. Сумеречную броню снова переделывают. Теперь она будет давать 200 хп и 20 броней. А пассивка каждые полтора секунды будет наносить дополнительный магический урон, равный 20 плюс 7% от дополнительных хп героя. Урон будет наноситься и при использовании скиллов, и при автоатаках. В общем из танков мунтоны хотят сделать не только танков, а еще и дамагеров. Крылья королевы теперь будут давать 15 единиц физической атаки вместо 25, но пассивка прибавит 35% магического ампиризма вместо 25. Бессмертие будет давать 30 единиц физической защиты вместо 40, а шипованная броня теперь будет наносить ответный урон, равный 50% от физической защиты героя. Также в этом патче вводят такое понятие как Creation Camp. Это пользовательский режим игры с уникальными условиями. Например, можно будет выбрать режим уничтожения базы или по количеству убитых героев. Режим зеркала. Разблокировать всех героев, все скины, боевые заклинания, эмблемы. Менять героя после смерти, пустить миньонов только по центральной линии или вообще играть без них. Или вообще отключить покупку снаряжения. Также можно, например, добавить скорость передвижения, убрать базовые атаки героя или снизить затраты маны и энергии на скиллы. Единственная проблема в том, что для запуска такого режима потребуется билет, который стоит 50 алмазов, а так все отлично. На этом по патче все. Переходим к инфоблоку. Концепт скина на Валентину. Концепт скина на Грока. Напомню, что 1 марта появится звездник на Беатрис, а 5 марта стартуют скины из коллаба с Санрио в рулетке. Из-за этого коллектор на Сильвану выйдет позже, чем обычно, 8 марта. Еще одно изображение реворка Вексаны. Концепт нового героя. Концепт скина на Лисун Сина. Концепт скина на Фрамиса. Скин на Бейна за первое пополнение в следующем рейтинговом сезоне. Изображение новых скинов к вечеринке 515. Инь, Линк и Ван Ван. На этом все. Надеюсь, что с вами и вашими близкими все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok